Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий конфискацию автомобиля Такую меру планируется применять к водителям, которые регулярно и грубо нарушают ПДД Например, это граждане, лишенные права управления, но продолжающие садиться за руль В том числе в состоянии опьянения Или те, кого трижды за год застукают на выезде на встречную полосу Либо превышении скорости более чем на 60 км в час Трасса 101 Доллар и евро изрядно подешевели, а цены на автомобильные запчасти для иномарок не снижаются Почему? Как объясняют специалисты, здесь играют роль несколько факторов Во-первых, долгое время дорожало сырье, из которых делаются комплектующие Металл, пластик, материалы для электроники Во-вторых, нарушилась логистика, запчасти к нам теперь доставляются обходными путями В-третьих, до сих пор не решен вопрос с нехваткой контейнеров для перевозки В-четвертых, общий дефицит деталей для ремонта и обслуживания авто Наиболее скептически настроенные эксперты говорят, что стоимость запчастей будет только расти вне зависимости от курсов валют Трасса 101 В России суд вынес первый приговор по статье 264.2 УК РФ Которая предусматривает серьезное наказание за крупное превышение скорости или выезд на встречку Если они совершены гражданином, лишенным права управления за аналогичные проступки Житель Москвы получил 200 тысяч рублей штрафа И это еще, можно сказать, легко отделался Санкция упомянутой статьи предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей Обязательные либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет Трасса 101 Обгоняет пробку по свободной полосе, а затем пытается вклиниться в поток Такое поведение нервирует российских водителей Чаще всего это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом Дром На втором месте оказался такой раздражитель, как невключение поворотников На третьем движение по обочине Далее идут чрезмерная медлительность соседей по потоку и езда на две полосы Только каждый 25-й респондент заявил, что его в поведении других водителей ничего не беспокоит Трасса 101 А компания Хавейл запатентовала в нашей стране купеобразный кроссовер Шэншоу Машина построена на той же платформе, что и Джолион и Дарго Автомобиль достигает в длину почти 5 метров, ширина без малого 2 метра Размер колесной базы 2,8 Ожидается, что кроссовер будет комплектоваться бензиновыми двигателями мощностью 184 либо 224 лошадиные силы Приблизительная стоимость пока неизвестна На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok